Скалодром в спортивном зале, палаточный городок в Актовом. Мастер-классы в рамках проекта «Я выбираю спортивный туризм» прошли в 18-й столичной школе. Федерация спортивного туризма Чувашии получила грант-президент России на развитие гражданского общества и создание профильных центров. Вода вот такая и вот такая. Какую возьмем? Свету. Двину. Бутылку возьмем. Почему? Потому что баночка может, к сожалению, разбиться. Брать ли овощи в поход? Нужна ли подушка? Набивать рюкзак под завязку чем попало – не делом. Все начинается со сборов. С собой только незаменимые вещи. Для ночлега – коврик, спальник, палатка. Последнюю, кстати, нужно уметь собирать. Разбить городок ребятам предложили прямо в Актовом зале. В это время в спортивном другой пятый класс штурмует стену. Скалодром покоряют после мастер-класса по снаряжению. Страховку надевают по правилам. На ногах одна петелька и на поясе одна петелька. С другой стороны точно так же. Раньше я не знала, что это такое туризм. Но теперь я узнал, что туризм есть разных видов. Есть водный, горный, лесной. Ставить палатку, сжигать костер. Готовить умираешь на костре? Да, умею. Рассказывают и учат опытные инструкторы. Это уже второй мастер-класс из 11. Их проводят в школах, где благодаря проекту Федерации спортивного туризма организовали центры развития этого вида спорта. Позже их полностью укомплектуют специальным снаряжением. У нас предусмотрена закупка снаряжения для Федерации. И это снаряжение для спортивного туризма, для походов, для соревнований. Мы передаем на безвозмездной основе в 11 центров туризма в 7 муниципалитетах, которые мы выбрали. И, соответственно, где-то на сумму более 160 тысяч рублей снаряжение для каждой школы мы будем закупать. Заниматься спортивным туризмом будут в трех центрах Чебоксар, в Новочебоксарске, Канаше и в нескольких районных центрах республики. Первые соревнования запланированы на апрель 2019 года. И с весны же в республике появится площадка для сдачи норм ГТО для туристских походов. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.